пельмешка готова такие маленькие малыши получается всем привет сегодня мы приготовим с вами пельмени детские они отличаются по составу от классических потому что во взрослых пельменях как правило используется смешанный фарш свинина говядина баранина и так далее в эти пельмени мы возьмем только мясо птицы и желательно конечно выбрать индейку ну и куриная грудка тоже отлично подойдет мало того мы сделаем их сочными но самый-самый главный плюс это их размер мы сделаем 5 граммовыми такие пельмени детям заходят просто на ура и едят они с гораздо большим аппетитом поэтому не скупимся на лайки проверяем подписку и погнали и для приготовления детских пельменей нам понадобится для теста мука пшеничная хлеба пекарная 1 или высшего сорта килограмм 250 грамм вода комнатной температуры 500 грамм 3 яйца 10 грамм соли для фарша куриная грудка или индейка 500 грамм 200 грамм лука 150 200 грамм капусты и соль 12-15 грамм дети не очень любят специи и приправы поэтому аккуратнее с их добавлением можете взять перец черный молотый буквально пол грамма ну или один грамм совсем немного мои дети школьники поэтому я добавлю один грамм на это количество для начала приготовим тесто для этого в муку вливаем воду разбиваем 3 яйца добавляем соль и вымешиваем до образования комка затем накрываем миской и даем полежать 5-10 минут затем вымешиваем примерно минуту и тесто готово вымешиваем 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 отправляем тесто в сторонку пусть лежит отлеживается отдыхает а мы займемся приготовлением фарша и для начала нам нужно помыть овощи почистить вновь помыть и нарезать капусту будем сразу же нарезать мелким кубиком чтобы она не дала сок а лук пропустим через мясорубку вместе с мясом прокрученному мясу и луку отправляем мелко покрошенную капусту затем соль и перец и перемешиваем тесто отлежалась фарш готов отрезаете тесто сколько можете слепить за небольшое количество времени думаю четвертинку и раскатываем на столе при пыленом мукой до толщины один полтора миллиметра мукой до сих пор Теперь нарезаем кружочки. У меня диаметр 3,5 см. Если вам лень или не получается лепить мелкие пельмени, можете взять и слепить самые обычные. Но чем меньше размер, тем дети с большим аппетитом едят эти пельмени. У меня диаметр 3,5 см. Толщина, как я сказала, 1-1,5 см. Каждый кружочек теста у меня будет весить примерно 2,5 г. Нарезанные кругляши теста, а также обрезки сбрызгиваем водой. Чтобы, во-первых, обрезки были у нас не забитыми мукой, а пельмени хорошо и легко лепились. Затем смачиваем руки водой и раскладываем фарш по 2,5-3 г на каждый. Я не говорю, чтобы вы завешивали каждый, но примерно распределяйте, чтобы было соотношение теста и фарша один к одному. Теперь нам остается только слепить. Раньше я брала вот такую досточку, застилала ее пленкой, укладывала сверху пельмени. И затем вместе с целлофаном скидывала на полочку холодильника, убирая доску. Это было очень удобно, когда у меня было 2 полноценных морозилки. Но теперь у меня один холодильник, разделенный напополам, и морозилка очень маленькая. Поэтому на Wildberries я нашла вот такие контейнеры для заморозки. В них можно замораживать котлеты, вареники, пельмени, ягоды, фрукты, какое-то мороженое или соусы. Вариантов масса. Сейчас мы будем в каждый отдельный лоточек лепить пельмени. В комплект входят 2 крышки, лотки с ребристым дном. За счет этого очень удобно снимать полуфабрикаты, они не прилипают ко дну. Можете использовать как по одной, так и полностью все четыре. Или разделить на два набора по два. Слепили первый лоток. Видите, высота позволяет разместить здесь более крупные полуфабрикаты. Когда готов у нас второй лоток, накрываем его, используем как крышку. И вот здесь фиксируем, чтобы ничего у нас не смещалось. Все, можем спокойно устанавливать в морозилку. Все, теперь накрываем крышкой и также фиксируем. Здесь есть маркировка, можем поставить дату заморозки. 23 я ставлю, выбираю. Это действительно крутой кухонный помощник, который поможет организовать хранение, оптимизировать пространство даже на маленькой кухне. Вариантов применения масса. Сделан добротно, качественно, ничего не хлюпает, не отстегивается. Шикарный вариант для хранения круп, орехов, сухофруктов. Я уже назвала множество вариантов, как использовать. Вы уверенно придумаете еще. Мною лично проверена вещь достойная. Ссылку найдете в описании. Сазонова рекомендует. Теперь усаживаемся поудобнее, чтобы локти у нас были выше, чем уровень стола. Иначе мы будем уставать. Затем берем и аккуратненько лепим. Сначала вдавливаем фарш. Затем закрепляем кончики и пельняшка готова. Такие маленькие малыши получаются. Затем закрепляем кончики и пельняшка готова. Вот такой кусочек теста у меня остался. Из него можно сделать лапшу домашнюю или заморозить. В следующий раз, когда будете заниматься лепкой, у вас уже будет готовое тесто. Вообще, можно часть воды заменить соком моркови, свеклы, шпината и сделать цветные пельмени. У нас есть на канале ролик о цветных пельменях. Ссылку оставим в описании. Вдохновляйтесь и готовьте. Радуйте своих детей. Готово. Все слепили. Эти отправляем на заморозку, а эти отварим прямо сейчас. В подсоленной воде, как только все пельмени всплывут, кипятим буквально 2 минуты и они готовы. Готово. Пробуем. В ложку входит 4-5 штук. Подаем с маслом, со сметаной или со сливками. Можно и с бульоном. Но тогда лучше разорвать несколько пельмешек, чтобы бульон не был пустым. Маленькие. Мясо нежное. Легкий-легкий капустный привкус. С маслом мне они особенно нравятся. Сливочный привкус. Очень нравится детям. Маленькие, миленькие. Ребятишки их обожают. Очень вкусно. Вот такой детский вариант пельменей. Мини-пельменей мы с вами сегодня приготовили. Из этой раскладки получается чуть меньше 3 кг. Если для вас это много, делите на 2 или на 3. Радуйте себя. Радуйтесь тому, что дети едят с аппетитом. А фотоотзывы присылайте мне по ссылкам, которые найдете в описании. До новых вкусных встреч! Пока-пока! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok